Приветствую вас! С точки зрения психологии, то что можете сделать лично вы, это направить человека к психологу, потому что у него есть явно определенные проблемы. Вот. Эти проблемы, они касаются, по большому счету, его постановки вопроса, как бы, постановка вопроса по отношению к деятельности своей. То есть, тут может быть запрет на успех, тут может быть сложность с выбором. Ну и куча, куча на самом деле всего еще, о чем можно говорить. Вы этому никак не сможете подподобствовать, потому что вы не психолог. Вот. И, в общем-то, если вы человека любите, да, то направить его, вот, как раз, ну, направить его именно к специалисту будет, возможно, самым лучшим решением, которое вы можете сделать. Когда же, когда же вы берете за человека ответственность, да, то есть вот, когда вы стараетесь ему помочь, стараетесь его поддерживать, и делать это, ну, например, как-то, знаете, допустим, чересчур, да, вот, Я полагаю, что в таком случае человек вряд ли что-то в себе поменяет. Я полагаю, что в таком случае человек вряд ли будет что-то менять в себе, вот. Потому что, ну, а зачем? Зачем что-то менять? Для чего что-то менять? Когда у него есть, в принципе, вы, которые, как он знает, его поддерживают. Вот. И он еще, возможно, будет просить у вас этой самой поддержки, он еще будет, возможно, обижаться на вас за то, что вы его не поддерживаете. Ну, так, как нужно, по его мнению. Вот. Поэтому мне эта история представляется вот именно в таком контексте. Мне эта история представляется именно так, именно такой. И, как бы, помогая ему, да, постоянно в решениях и в решениях его проблем, вы нарушаете свои личные границы. Вот. Вы нарушаете свои собственные барьеры, то есть в меньшей степени начинаете отличать, отделять себя от человека. То есть, вот, грубо говоря, да, где я, где другой? Где я, где он? И ничего хорошего, на самом деле, вам это не принесет. И вам ничего хорошего не принесет, ни вашему мужчине ничего хорошего это не принесет также, к сожалению. Вот. Поэтому данный аспект, я полагаю, можно интерпретировать только так. Жестоко ли это? Да, жестоко. Да, это жестоко. Очень жестоко, на самом деле. Но, таким образом, вы защищаете себя. Защищая себя, вы, таким образом, показываете, что вы любите себя. Показывая, что вы любите себя, вы даете понять, что вы можете любить другого. Понимаете, любовь, это не спасение другого, постоянно, да. Любовь, это именно, это помощь, когда нужно. Это поддержка, когда нужно. Но это не постоянно что-то, знаете. Вот. Когда что-то происходит постоянно, то человек к этому привыкает, и он уже начинает на это постоянно рассчитывать. Вот. И мне не кажется, что подобная, подобная история является чем-то, ну, чем-то позитивным и правильным. Вот. Вот так. Давайте. Вы можете, в принципе, посмотреть, в интернете, в интернете, треугольник Карпмана. А, там, достаточно, хорошо, описано, что, что, вот, вы, ну, та ситуация, которая сейчас у вас есть. Вот. Там очень хорошо это описано. Я полагаю, что, если вы изучите эту схему, вот, что вам будет легче ориентироваться в ней. Вот. Есть такие люди, которые, вот, обладают определенными трудностями. Ну, просто, вот, определенные трудности у них есть. При, при выстраивании, так сказать, своей позиции. Вот. Вы либо принимаете, что у человека постоянно будут проблемы, да, либо вы принимаете этот факт. Либо, соответственно, нет. То есть, либо вы, ну, либо вы не принимаете его. И здесь ничего не поделать. На самом деле. А когда вы пытаетесь человека, как бы, постоянно помочь ему, да, постоянно, как бы, его, может быть, даже переделать, может быть, то вряд ли вы принимаете его таким, какой он есть. И у меня большие сомнения насчет того, можно ли считать это любовью. В таком случае. Вот. Вот так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные. Вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Видишь, давεις запределить через шутфу. Вольф и тщ porter. А в нормально. Вот так. В переход, vostу!